Всем привет! Сегодня о игре через подпольщиков. Через подпольщиков интересная композиция, которая сейчас довольно свободная. Ее мало кто играет, мало кто контестит, поэтому если вдруг у вас есть хороший заход, если есть у вас стартовое сердце, если вдруг у вас случилось так, что есть сразу же там три чемпиона, то вы можете вполне рассматривать этот вариант, и это будет приемлемо, это будет замечательно. Это возможность играть монстр столы в лейтгейме. Блин, сегодня, знаете, сегодня очень меня удивил Варвик. Сегодня удивил меня Варвик через бафы в АД. Это было шесть админов, и Варвик каждый раз, когда умирал один админ, он получал АДЭХу. Там было прям два стака на силу атаки. И в итоге, я там в том лобби был сильным, но при этом отлетел седьмым, потому что я два раза подрался с этим Варвиком, и он отгрызал просто огромные куски ХП. У него был очень обычный билд, это был Титан, это была Грань Ночи, и Титан, Грань Ночи, и Кровопийца. Такие вот три предмета у него были. Но при этом к концу боя у этого чемпиона было порядка 650 АД. С ультимейта он просто сгрызал моментально, и это было страшно, ребята. Это было страшно и очень больно. И я теперь хочу собрать такого Варвика. Хочу найти эту АДЭХу за смерть союзников, и его потом просто не остановить. Он с ультимейта выхиливает фулл ХП за счет урона, да, у него там урона очень много. Жалко, конечно, что у меня терновки не было, и может быть я бы мог попробовать позиционироваться в него с помощью этой терновки, да, и не дать ему разогнаться и сразу убить. Но там как только двое, двое или трое его союзников упадают, у него уже там АДЭХи, извините, под 300. Около 300, поэтому... Неприятный был матчап, вот это вот как раз последний бой, который я сыграл. Вроде как все шло замечательно, все ресурсы были для победы, но вот такой вот Варвик, ребят, он просто уничтожает. И теперь я загорелся прям сыграть в него. Админов вроде как немножко разгрузили, да, после патча, и ощущаете, что чуть-чуть стало полегче это собирать. Но стало много чародеев, стало много магов, я прям почувствовал. Пока что все довольно ровненько, ребят. Вот просто пытаемся слишком много не отдавать, да, за поражение. Но при этом предпочтительно, конечно, в четырех андеграундах, в четырех подпольщиках придерживаться именно поражений. Иначе вам нет смысла держать эти четыре подпольщика. Они дают прибавку именно только если вы проигрываете. В этом случае вы получаете четыре замочка вместо трех, да. В то время как у трех подпольщиков только три замочка. Сейчас мы получили четвертый замок. Сердежка сюда, его на меня. Я все еще ощущаю, вот вроде как, касательно, да, своего, так сказать, роста в Teamfight Tactics. Я все еще ощущаю, что у меня довольно рискованный, довольно рискованный стиль игры. То есть я много рискую. Много отдаю здоровья. На старте много отдаю здоровья. И к лейту уже, когда собирается нужная сборка, то... То получается, что у меня не хватает хп. Приходит атакует монстр, да, как варвик два раза на тебя. Откусывает тебе там по 18 здоровья. И вроде как у тебя и под 40 хп было, а тут уже ты топ-7 отлетаешь. Вчера мы с вами болтались, ребят, на стриме туда-сюда. Даймонд 2, Даймонд 3, вот как-то не дается пока что. Немножко плаваю в мете. Будем ждать патча, будем ждать каких-то жестких перемен. Хочется перемен. Вроде как, знаете, наверное, я потихонечку начинаю понимать, да, что мне следует играть, что не следует. На каких композициях я побеждаю, а на каких нет. И самое интересное, что до сих пор очень актуален Дреймон. То есть его не обязательно, чтобы он заезжал в бэклайн. Вы можете играть, вот как советуют, тот же лол чест, да, играть Дреймона просто с пятью мехами. И это очень сильно. Просто в лейтгейме нужно рассчитывать на силу Леоны и правильно ее позиционировать. Закидывать на нее блубаф, закидывать на нее хэкстэк. И она будет вам выжигать фронтлайн и помогать Дреймону добираться до сквишей. Леона отлично вносит чистый урон, магический урон. Гаран классный чемпион контроля. И у вас еще остается Дрейвен, который сабильный урон вносит, да. Тут, ребят, по самим андеграундам, я почему на всякие отличенные сборки, по самим андеграундам на старте каких-то конкретных замечаний нет, да. Вы играете максимально сильный стол. Если у вас предметы в изреальке, то наверняка вы хотите играть в оперативников. Если у вас предметы лежат в кейле, то наверняка вы хотите играть дуэлиантов. Тут все просто, доставляйте дуэлианта. Придет Нила, это будет ваш нац. Нила Т2 стоит на фронтлайне. Захиливает Вай и еще какого-нибудь, допустим, дебошира. И кейл пытается вносить урон. Что касается изреаля, изреаля нужно докидывать, конечно, сюда оперативника, чтобы он разбрасывался как следует своими ультимейтами. Ну и я закидываю на стол фигуры за три золота, которые на данный момент мне кажутся сильными. Закрыты Аеги. И мы получаем еще один замочек. Посмотрим, буду ли я здесь дальше пытаться что-то дороливать. По замкам именно, да. Что-то более ценную награду искать. Ну и андеграунды вот тоже часто такое бывает, что ты играешь, кстати, отличный набор предметов. Три предмета сразу же. И грань, и инфин, и вообще кайф. Это можно прям сразу закидывать. Я просто краем глаза увидел в магазине Самиру. Поэтому я этот набор предметов буду забирать. Сразу такой увидел ее перед тем, как вылезло вот это вот. И понял, что я прямо сейчас могу поставить Самиру. Это пятый андеграунд, да. И к тому же накинуть на нее очень дельный билд. Понимаете, да, какая ситуация? Еще и Аурелин Сол пришел. Ну, у меня фронтлайн все еще Т1. И это большая проблема. И первый фронтлайн, это, конечно, печально. Ясу такой жирный, это печально. Все это печально, ребята, очень. Но поражение теперь дает 5. И у нас все еще серия поражений, от которых мы получаем дополнительную экономику. И это прекрасно. Возможно, ЭКУ было бы интереснее, чем Алистарт со своими щитами. Бычки. Да, вот эта вот композиция. Довольно сильная. Человек как раз сидит пока что в экономике, у него есть статик. Планирует закидывать на ТФ. Если закрывать 6 быков, то композиция становится очень сильная. Очень жирная, очень много урона. Еще если вдруг у вас будет хэкстэк, который будет подхиливать этих самых быков, то будет очень классно вам, ребят. Вы можете планировать свой топ-2. Смело причем. Закинули нам предмет, ребят. Отдаем Маврилина соло. Вообще, во всех чемпионах, у кого есть хороший сплэш-урон, этот предмет смотрится неплохо. То есть, если вдруг мы задеваем кого-то, у кого есть щит, то урон Аврелия, она увеличивается по всем вот этим фигурам, да, остальным. Потому что он сплэшом будет носить. Увеличивается на 30%, и это очень здорово, ребят. Аврелия, еще один, сюда его. Еще один Аврелиян, сразу же Т2, седьмой уровень. Вау. Вау, 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 вау. Аврелиян очень открытая фигура, ребята. То есть, его сейчас вообще не играют. Ну, я не вижу, чтобы в лобби прям за ним охотились. Поэтому, когда идете играть Twisted Fate, Нико и прочее, какой-то там магический билл, да, то рассмотрите Аврелияна. Забирайте его просто фоном, да. Собирайте фоном, и тогда, если вдруг он закроется в Т2, он будет давать не меньше урона, чем тот же Twisted Fate. Дайдин. Могет, могет он, ребята, могет. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Много настакало, еще и Аксиом есть, еще и есть Охотник, да. Много всего получилось у... Этой ЛБ Т1. Эй. Горелка отлично. В целом, пойдет. Я просто на данный момент не планировал оставлять Аврелияна Соло здесь, да? Конечная композиция. Сразу же поджигаем рогов. Но мы можем его, конечно же, выкидывать, ребят. Но в целом, как дополнение к любой композиции Адэшны, Аурелияна смотрится хорошо. Пока что делаем так, но в лейте вы можете прям вот весь этот билд перекинуть на Жанну, если она закроется Т2. И Жанна Т2 будет наносить очень много сплэш урона. Ой, Twisted Fate. Twisted Fate. Да, Twisted Fate плюс рана могли бы быть, чей нет. Очень хочется закрыть Самирку, он никак не дается мне это. Думаю, куда бы поставить ТФ-ку. Ставлю вместо 6% от шуршиков. От метких стрелков. Окей. И это мы побеждаем. Замечательно. Это тоже бычки у человека, имитатели чары. Все у него есть. И вообще он такой молодец. У нас 28 хп, ребята. Посмотрите, какое у нас лобби неприятное. И какое у нас ужасное отставание. И нам нужно усиливаться, усиливаться скорее. Нам нужны фигуры фиолетовые. Т2, дайте нам Гарна, дайте нам Эко, дайте нам Самиру, дайте нам все. Мы хотим все. Решил я почему-то вернуть. Я посмотрел на урон Twisted Fate, и мне он не понравился. Я решил вернуть Севир и поролить немножко еще на вот эту вот голду. Приходит Урготик. Урготик, а сюда его на меня. Урготик это замечательно. Да, в итоге, короче, я уже отчаялся просто и сделал Самиру с дубликатора. Потому что Самира сейчас это основной как бы двигатель моей сборки. Здесь Севир можно было выкидывать сейчас и ставить Урготика. Севир дает всего 6% раз в 4 секунды от отдыхи Самиры. Это где-то плюс 6 урона, я думаю, около того. Там у нее показано 200, но это 200 там с учетом всех предметов, которые на ней висят, да. А так у Самиры, если она стоковая, то вот сотка с копеечкой. Столько перековок, ребята, столько перековок. Мы бы могли Убийца великанов, кстати, перековать, попробовать найти что-то дефовое для фронтлайна. Это то, чего сейчас не хватает нашей композиции. У нас есть контроль, у нас есть магический урон, у нас физический урон. У нас... Что с пробивом? У нас нет пробива. Ну, у нас пробив есть вай, да. Пробив очень желательно, кажется. И вот, наконец-таки, у нас какой-то более-менее дефовый предмет на фронтлайне появляется. Вместе с Кровопийцей смотрится хорошо. Кровопийца, напоминаю, дает щиты от максимального запаса здоровья. И Гарн, возможно, будет ультить дважды с таким набором предметов. Дабы еще коготок закинуть в этой мете. Прям вармок-коготь для фронтлайна, ребята. У-у-у, вкусняшка. Очень много АПшников. Эти вот Твистед Фейты, которые хотят, да, быстро взрывать. Если вы кинете на кого-нибудь Эко вармок и коготь, то Твистед Фейт будет очень долго его клевать. Но у Твистед Фейта есть проблема. У него карта вот эта вот красная. С плашом фигачивает, всех рядом будет взрывать. Амира. Дебошир от Рокс это неприятно. Это очень много ХП, конечно. Я ему 1400 урона внес, чтобы добить чистым. Вау. Неприятненько-неприятненько. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Ну-ка Аврелия ангаркни. Неплохо у него периодически получается Там кометы по Пять сотен залетают, да Ну очень жирный тип Очень много у него предметов получилось Тоже седьмой уровень Вытаскивает здесь ТФ и вытаскивает Гарена Чувствуете, да, как ребята хотят играть быстро И на седьмой, и сразу 15% Тык-тык-тык, он и Гарена закрыл Он и Нико закрыл Он закрыл Гарена, Нико Твистед Фейта И Эко Все позакрывал Все позакрывал на седьмом Сидит, дороливает композицию Чтобы стать сильным, чтобы побеждать Причем все фигуры, которые он собрал Они являются суперметовые Суперметовыми В то время как мою Самиру здесь особо никто и не брал И я так ее и не доролил, да Но мне пришел Дракон Но Дракон не метовый, его особо не контестят И мне пришел Эко, да, из чемпионов, кого контестят Это вот Эко мне пришел здорово Но я и справедливости ради В хорошей экономике был Я очень много роллов дал Блин, почему я до сих пор не закидывал урготы Непонятно Это Севир нихрена не делает Еще один ТФ Их очень много, этих ТФ, ребята, сейчас ТФ, Нику и Бычки прям Надо записать по ним ролик Я хочу записать по ним ролик Победку Вчера думал, на стриме получится Но, увы, не получилось Но мы обязательно выложим их У меня сейчас есть они И, по-моему, вневременные еще будут завтра Временные, вневременные Доходит Гарен, ребята, ура-ура Там у человека арене золотой закрылся 5-2 Мне очень нравится мой стол У меня 4 фиолетовые фигуры закрыты Я могу смело выходить на Next И добавлять уже урготы Самир ходит Аврелиона можно тоже придержать Странно, что я сейчас не решился Его забрать Но у меня все еще в голове Что я его, типа, должен выкидывать Понимаете, потому что у меня есть Аугмент на На то, чтобы поджигать всю арену И он не такой эффективный, да Хотя по итогу Смотрите на его цифры Но посмотрите, как он здорово Сплошами фигачит По четыре сотни, да И довольно бодро Выкидывает свои ультимейты Блин, как здорово Уже дебоширы щелкаются чисто Тысяча-тысяча Вау Очень здорово залетает 9-900, ребят, Самирка 9-900 Грань и убийцы великанов И мы начинаем дебоширов терзать Ей бы хэкстэк перекинуть Вместо этой грани ночи Чтобы она еще и захиливать умудрялась И себя, и союзника на фронтлайне Самого страдающего Страдальца на фронтлайне Вот так вот, ребята, я решил Все-таки выкинуть чемпиона И пересобрать билд И в урготы отдаю грань Чтобы, если вдруг его жестко зафокусят Сейчас у урготов Не такие бодрые ультимейты, как раньше Поэтому, если его жестко зафокусят И захотят его шотнуть Прежде чем он отдаст свой контроль У них ничего не выйдет Ничего-то у них не выйдет, ребята Хорошо, в итоге у меня прям С контролем в команде тоже все здорово Да, у меня есть ргот У меня есть фиделстикс У меня есть гарн Все чемпионы по большой площади Раздают свой контроль Замечательно Аеги у меня закрыты Дефендеры закрыты Урон и магический, и физический Чувствуете, какой баланс в композиции? А самое главное Что у меня еще куча предметов За счет того, что у меня были Подпольщики Подпольщики были, ребята Ну как были, они сейчас есть Ой, извините, ребята Блин, надо было микрофон выключить Вот это я расстрелял, конечно, капец Просто манна накопилась Уже пришлось все ультануть Не мог сдерживать себя Так, и у нас фронтлайн получился тоже загруженный По полной, с горгулькой Отлично Стоим танчем Джакс, Джакс, золотой Джакс, ребята Джакс золотой, опасный Хилит еще, ты посмотри на него Я тебе похилюсь Я тебе похилюсь На, на тебе, на, 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 контроль Еще контроль, еще контроль Так, их пусть тусят в контроль Видите, вот кажется, что Особо ничего тут и не делают Да, Фидл Стикс и Ургот На самом деле Они сделали очень много Очень много делает То, что у меня есть Вот эти вот Три фигуры контроля Решил перековать Получил хэкстэк Как вам такое? Хэкстэк на Урготика? Урготик 4 800 на и накидал Прикиньте Ты один Ургот Вот это поворот Против вот этих вот магов, ребят Очень важно сильно не толпиться У них очень много сплэша Толпиться против них не стоит Вы видели, как Авриллиан Сол в бэклайн ультанул? Мне поэтому не хочется его отдавать Я поэтому в него вцепился так Вы видели, что он с бэклайном сделал? Вот эти вот маги Все, Твистед Фейт и так далее Они хотят играть вместе с Жанной А когда у тебя есть Жанна Ты такой автоматический, блин, поставлю Поближе к Жанне И свои вот эти вот крепкие фигуры, да Которые должны там урон наносить Все самые свои ценные Толпятся и получают с плэшом от Ауриллиана Туда прям три кометы, по-моему, в бэклайн залетело Пощелкались Самира просто добила все это Блин, я простываю, что ли, не пойму Че это я Расхлюпался Крит перчатка Фиддл Стикс пойдет Перековываю хэкстэк и получаю Зерота Прекрасно, я считаю это лучше, чем держать этот хэкстэк Зеротик пойдет на фронтлайн Дополнительная фигурка Еще и таунт при этом Замечательно Просто чудесно Приходит МФ, не решаюсь ее брать У меня восьмой уровень, все еще не хочу брать МФ Есть две Самиры, два Гаррена И приходит два Ауриллиана А вот это уже заявочка Вот это уже заявочка И вот опять, посмотрите Опять эта же композиция И опять Жанна И опять они там толпятся И Гаррена улетит в эту Араву Аурелия улетит в Араву Фиддл Стикс залетает Тоже в Араву Короче, все вот эти сплэши Сейчас очень эффективны Будут лобби ТФов? Имейте ввиду Вам нужен сплэш урон Сплэш контроль Ну это какой-то монстр Вы посмотрите на его здоровье Аж в Мартам деления не хватает Ужас Страшно Страшно, блин Забираем золото Восемь И еще одна перековка У меня, ура, ура Доходит Самира Эко Самира еще одну Мне все равно Кто сейчас один придет Либо Аурелиан Либо Самира И тогда я закидываю кубики Готово Вот и Самирка Золотая красотка С хэкстэком С убийцей великанов Из грани И смотрите сейчас Как она будет делать Свой фыр-фыр Замечательно пойдет ну-ка еще разочек 8 800 от фигуры 3 звезды вот это да вот это дэмэдж мне кажется или век ст 2 в 3 слота сделает столько же не кажется ли кого-то надо бафать или мне кажется ребят напишите в комментариях свое мнение по поводу этой золотой самиры насколько она сильно я не думаю что у меня ужасный билд вот чем дело вот единственная сейчас допустил ошибку что вай перекинул на противоположную сторону потому что вай дает пробив и мне нельзя было перекидывать ее на противоположную сторону без пробива довольно больно быть убить быть бить даблю авторитетом ребята даблю ай хорошо давится ой хорошо дается просто чудесно обмака сам мака напал грызет тф к его разрывает и 2 вон того золотого джакса прикиньте просто ты 2 тфк и нику если бы не моя золотая самира возможно я бы это проигрывал вот интересно забираю коготь так как магический урон понятное дело у него с пылы и звездочки звездочки из пылы для к это я бы положил в ургота потому что просто синергия вармога и коготка хорошие мне кажется правильно ургота закинуть и он поживет постоит покидает свой ультимейт так и оставляем он все еще остается в ранже ургота он передвинул свою нику но все еще в ранже пошел ультимейт нику хватаем их перестанили всех расстреляли с амира 7 600 и 2 нику 5 400 с учетом того что мне на фронт на фронтлайне стоят как бы там аеги да и гаран заряженный как-то не хватает дэмэджа по моему по моему это не выглядит на фигуру за 400 за 4 золото в три неплохих слота в т3 перекинул на эту сторону вай все-таки получается бы пробив самирку важно она в итоге с ультимейта шотает где-то наверное две фигуры до хина этого мало как-то но в любом случае думаю это была показательная игра тут мог и аурелиан закрыться спасибо большое за просмотр спасибо что пришли на канал не забывайте подписываться ставить лайки и что еще и еще что-нибудь не забывайте комментарии писать буду рад все прочту обнял пока